добрый день начинаем наши встречи занятия так вами проделана шестая лабораторная работа тех у кого все работает вам претензий нет если есть какие-то замечания к вам то смотрите в комментариях соответствующих у нескольких человек с прикладной информатики была некорректно сделано точнее не доделано это лабораторная работа из-за чего возникли сложности 6 лабораторной работы там нет связи в некоторых до конечных устройств лучше на этом этапе исправить эту ситуацию потому что иначе потом вы не сможете подтвердить работоспособность все ваши сети соответствующие замечанию тех людей которые имеют такую ошибку она есть так значит и если у вас вопросы по предыдущим лабораторным работам либо какие-то организационные вопросы так пока нету ну значит тогда посмотрим что нужно сделать в следующей лабораторной работе следующая лабораторная работа это учет физических параметров сети значит вам нужно будет внести изменения как в проект вашей сети так и в схему или 102 для схемы возможно в таблице если там есть изменения по номерам интерфейсов которым будет подключаться ваше оборудование значит то вам нужно будет добавить ваш проект используя скажем так возможности пока трейсера по учета физических соединений дополнительное оборудование в частности вы добавите момент два медиа конвертера но в пакет трейсер от называется репетер и между ними прокинете оптоволокно вместо витой пары и в настройках пакет трейсера включите учет физических соединений посмотрите что при таких настройках у вас если бы здесь была витая пара между конвертами медиа конвертерами то у вас соединение прекращает работу при длине более чем 100 метров при автоволокне у вас соединение будет работать при условии что вы правильно разместите на двух территориях это самое оборудование соответственно вы эти изменения вносите правильно раскидываете физическую области пакет трейсера оборудование то есть проверяете по стойкам в каждой на каждой территории что у вас оборудование в правильном месте находится и проверяете что у вас все работает не забываем что когда вы в пакет трейсере физической части а вам нужно поменять какие-то модули на оборудование то сначала нужно отключить питание только после этого заменить оборудование опять включить его так что еще ну и не забудьте ответить на контрольные вопросы это у вас повторение в общем-то материалы и сетевых технологий связаны с средой передачи данных то есть тоже можно вспомнить чем отличается то именно средой передачи данных так в отчете что должно быть во первых проект понятно вы делаете не забывайте отразить что вы поменяли настройки пакет трейсера и что у вас учитывать физические соединения в отчете желательно чтобы была отображена схема с показанными интерфейсами через которые подключена у вас сетевое оборудование потом в дальнейшем на последующих лабораторных работах когда вам это не нужно вы сможете отключить эту настройку добавляете схему измененную измененная схема или 102 если едва у вас на меняется если не меняется то только или один и соответствующую таблицу где у вас добавляется дополнительное оборудование указывается интерфейсом если это требуется так если у вас вопросы если вопросов нет тогда вопрос если сегодня доклады так или на хорошо дмитрий сергеевич по физическое всяким средам будет что-то рассказывать или не предусмотрен у нас материал на эту тему нет у нас материала по физическим средам нет у нас по презентации следующая презентация идет на самом деле по с т.п. это рада понимаю мы с т.п. позже у нас поэтому да хорошо тогда мы слушаем и лену хорошо так все вела слушать а здравствуйте меня зовут термал калина а тема доклада это полонки сети а звезда кольцо шин а сегодня мы рассмотрим понятие ологий сети рассмотрим разновидности топологии а конкретно ологи типа шина кольцо звезда и использование этих разновидностей топологии и так топология сети это способ соединения компьютеров сеть или же другими словами физическое расположение компьютеров сети друг относительно друга и способ соединения их линиями связи также важно отметить что понятие топологии относятся прежде всего к локальным сетям которых структуры связи можно легко проследить в глобальных же сетях структура обычно скрыта от пользователей и не слишком важна поскольку каждый сеанс связи может производиться по собственному по собственному пути топология может определять требования к оборудованию по стоимости типу используемого кабеля производительность надежность работы и возможности расширения сети существует три основных топологии сети шина кольцо звезда и звезда шина или баз это топология в которой все компьютеры сети параллельно подключаются к общему кабелю как правило коаксиальной или называемые шины на концах кабеля устанавливаются специальные заглушки которые называются терминаторами они необходимы для того чтобы погасить сигнал после прохождения по шине кабель используется совместно всеми рабочими станциями по очереди и при таком типе соединения все сообщения которые посылаются каждым компьютером отдельно принимаются всеми остальными компьютерами в сети пожалуйста а какую семантику имеют его слова параллельно а параллельно вот плане вот такое подключение вообще это последовательное подключение но как пример гирлянда на елке они же подключаются к одной шине последовательно если одна лампа сгорит то все гирлянды перестанет работать аппараты то есть если у нас где-то разрыв кабеля будет все сеть перестанет работать а параллельное подключение было бы если бы разрыв кабеля в любом месте не останавливал работу сети я поняла мне кажется вы перепутали значение данных слов ну немного по схеме по другому воспроизвала это значение да все правильно последовательно там далее я скажу про работоспособность так ну дальше перейдем к достоинствам и недостаткам у нас простота настройки надежность чуть выше так как выход из строя отдельных компьютеров не нарушит работоспособность но затруднен поиск неисправности и при обрыве общего кабеля который един для всей сети нарушается вся работа сети далее у нас топология кольцо или ринг данные передаются в этой топологии последовательно от одного компьютера к другому в одном направлении пока не достигают компьютера получать для такой топологии характерно отсутствие конечных точек соединения сеть замкнуты и соответственно образует неразрывное кольцо которому передаются данные если один компьютер получает данные которые предназначаются для другого то он придает их дальше по цепочке достоинства простота установки и балансировка нагрузки также возможности удобства прокладки кабеля из недостатков для подключения дополнительной станции нужно краткосрочно выключать общую сеть также общая доступность данных и выход из строя какой-либо станции приведет к неработоспособности сети далее у нас топология звезда это наиболее распространенная топология локальной сети в которой каждая рабочая станция присоединяется к центральному устройству это либо коммутатор либо маршрутизатор которая поддерживает и устанавливает связи между рабочими станциями максимальная допустимая длина отрезков сетевого кабеля между концентратором и любой рабочей станции составляет порядка 100 метров из достоинства для подключения новой рабочей станции достаточно проложить отдельный кабель от коммутатора повышается устойчивость к повреждениям кабельной системы и легко искать неисправности в сети повреждение кабеля рабочей станции не приведет к выходу из строя всей сети из недостатков требуется много кабеля число рабочих станций ограничено количеством портов в центральном коммутаторе и при большом количестве кабеля трудно обслуживать концентратор при необходимости можно объединить вместе несколько сетей топологии звезда и в таком случае если не ошибаюсь получается у нас некая топология дерева результанная ну и подводя небольшой итог от схемы зависит состав оборудования и программное обеспечение топологию выбирают исходя из потребности предприятия и если брать допустим топологию шина то сейчас эта топология на коаксиальном кабеле устарела и используется лишь на некоторых предприятиях кольцевая топология также используется редко основное применение в оптоволоконных сетях стандарта а вот звезда как уже говорилось самая распространенная для проводных и беспроводных сетей и примером такой тополог является сеть с кабелем типа витая пара и коммутатором в качестве центрального устройства именно такие сети часто встречаются в больших организациях ну и таким образом мы рассмотрели понятие топологии сети а также различные виды типа шина кольцо звезда их использование спасибо за внимание так спасибо значит но не очень было понятно речь шла только физической топологии или а логической тоже и также не было четко сказано где какая топология и вы имеете ввиду в технологиях с какими технологиями то или иная топология связана добыл упомянуто что посылает возможно в токен ринге но например ничего не сказано двойной кольцевой топологии например технологиях и в диди ай вот по топологии шина картиночка была не очень корректно и вот через коммутатор это все нарисовали случае скажем так старых подсоединений на коаксиальном кабеля это не совсем там правильно это визуализировано скажем так и не сказано об ограничениях случае шины на среду передачи данных то есть на длину кабеля и на число промежуточных устройств соединениях немного упомянут об ограничениях при топологии звезда но опять же если вы делаете дерево тоже не сказано об ограничениях сколько нас может быть какие могут быть ограничения если вы строите такую топологию вот по кольцам топологиям также опять же не было сказано об ограничениях физической среды что является в общем-то недостатком поэтому когда будете писать текстовочку он дополняется лучше и дополнить вот такими вещами связанными с физической передачи данных если у вас речь только о физических топологиях если еще хотите сказать о логических топологиях сети то это тоже можно упомянуть каким образом ты что у вас реально физической среде а и что у вас получается по логике хорошо хорошо так если еще сегодня доклады желающие что-то рассказать если нет то напоминаешь что следующее занятие у нас по первой половине нашего курса итоговая в отношении докладов то есть если кто-то хочет что-то рассказать то лучше это сделать вот и те кто не достал лабораторной работы с с первой по восьмой вообще иметь это просрочены те которые нас должны были быть то это тоже же пора сделать поскольку потом в апреле еще раз напоминаю что будет закрыть доступ для сдачи просроченных работ поэтому если вы хотите получить положить на оценку за первую половину курса то нужно доделать то что у вас не было сделано издано если других вопросов нет то приступайте пожалуйста к выполнению 7 лабораторной работы если вопрос будет появляться то задавайте их на занятии затворите руку 5 лазерным почвам и заторженную программу по ваше время для сдачи и курса 有 consultа некоторое время умираем и подność никто не мог опустить но нет то есть что пом�� array и не забудьте общее того чтобы у вас не было 100% за кадром и планировка и полом, и я могу испyselfite одежду, как ты я еще разобрал и об этом плане мой, я думаю, что для сдачи у нас есть долгие признаки и не sprечку. Слышка, я также помню на себя для сдачи в акций, вы не сможете идти из нас, обостроченная Продолжение следует... 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 Продолжение следует...